Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала «Жизнь после 45-ти». Те, кто подписан на мой канал, знают, что я люблю путешествовать. Наверное, в этом я не оригинален. Любой нормальный человек любит путешествовать. Но помимо путешествий вообще, я в частности люблю ездить в Санкт-Петербург. Уже со счета сбился, сколько раз я был в этом городе. Стараюсь посещать его не реже одного раза в 2-3 месяца. Город того действительно заслуживает. То есть такого частого приезда. Там всегда есть что посмотреть. И старое ты не успеваешь посмотреть. Все время появляется что-то новое. И этот город я люблю. Он не близок по духу. Он не близок по каким-то, не знаю, моему внутреннему ощущению, мировоззрению, восприятию мира. И действительно, да, я люблю этот город. Я люблю этот город. Опять-таки, очень удобно чем, что сейчас существует такой вид транспорта, как Сапсан. Не сочтите за рекламу, но действительно 4 часа. И вы из столицы нашей родины, в которой я, например, живу, перемещаетесь. Самый центр Санкт-Петербурга. Практически на Невский проспект. Ну, в сердце города. И это действительно очень удобный транспорт. На мой взгляд, он намного удобнее там самолета. Он намного удобнее там ночных поездов. Потому что, ну, в ночных поездах вы трясетесь, приезжаете, не выспавшиеся там или выспавшиеся. Мне этот транспорт нравится больше всего. Однако, в 2020 году, когда началась вся вот эта вот истерия вокруг телевируса, новомодного сейчас, были введены ряд ограничений, которые коснулись и железнодорожного транспорта. В частности, поездов скоростного сообщения. А именно Сапсан. Ну, наверное, все вы знаете то, что я негативно отношусь, в принципе, к всей той истерии, которая развернута вокруг обыкновенного сезонного уровня. Я считаю, что это, да, это заговор. Это действительно заговор. Дай бог, чтобы это был просто заговор тех, кто хочет набить кошельки. Ну, на мой взгляд, это более глубоко уходит корнями. Тем не менее, сейчас не об этом разговаривать. Может быть, как-нибудь видео отдельно сниму. Но появились ограничения, которые коснулись не только там жизни в Санкт-Петербурге, пребывания в Санкт-Петербурге, но и вот этого очень-очень удобного транспорта. И первое, это маски. Ну, вы понимаете то, что, в принципе, маска вообще сама по себе ни к чему не спасает. То есть, это надо понимать. И тот, кто не понимает, научить им отчасти. Но бог с ним, что она не спасает и не защищает. Она вредна. То есть, дышать через маску, ну, нельзя ни в коем случае. Даже если вы маски меняете раз, там, в два часа, как положено, по ГОСТу. Нет, маска вредна. Точка. Здесь это тоже, опять-таки, не обсуждается. Но пообщайтесь с нормальным пульмонологом, который не купил диплом в переходе. Действительно, знает свою специализацию медицинскую. Так вот, я являюсь ярким противником всего этого, и масок, в частности. Поэтому, когда я в очередной раз зашел на борт Сапсаны, и мне там девушка подошла, и, как обычно, с вот этими улыбками, там, где-то, может, даже и дёцками, наигранными, масочку наденете, я сказал, говорю, а на основании чего? И вот тут начались, собственно говоря, самые интересные моменты. То есть, девушка начала откровенно врать. То есть, когда вам... Я не буду говорить про все поезда. Я так думаю, что, на самом деле, это во всех такая ситуация. Я сейчас говорю только про Сапсаны. Когда вам говорят, что вы обязаны находиться в какой-то там гигиенической маске на протяжении всей поездки, и вам разрешено снимать её только для того, чтобы поменять её на чистую, свежую, или принять пищу, просто помните, это ложь. То есть, сотрудники поезда, которые в данном случае являются проводниками, просто вводят вас в заблуждение. Может быть, с одной стороны, они не виноваты, из них это требуют, но, с другой стороны, я считаю, что тем самым они становятся пособниками вот этого того фашистского режима, который устанавливается в нашей стране, да, в принципе, и по всей планете. Так вот, в какой-то момент, когда мне всё это надоело абсолютно, я решил, потому что, повторюсь, в Санкт-Петербурге я езжу относительно часто, я решил обзавестись какими-то, скажем так, нормативными актами, документами, собрать их в какую-то папочку и ткнуть в лицо вот этой вот девушки, скажем так, которая там ходит, и, знаете, вот эту масочку наденьте, масочку наденьте, скоро мемом станет уже в интернете. Да, я собрал всю информацию, увидел, что, в принципе, никакого конкретного предписания, которое заставляет пассажира скоростного поезда Сапсан надевать маску, нет, не существует. О чём я в очередной раз, когда ехал в этом поезде, сказал проводнику. Значит, она оказалась достаточно неупёртой, то есть там была действительно просто больная отмороженная на голову особа, которая мало то, что до меня докопалась, так ещё докопалась до моей дочери. Вот это сделало она абсолютно серьёзную ошибку, потому что была вот реально уже послана на три буквы, и после этого решил действовать более решительно. То есть я написал письмо официальное на сайте РЖД в дирекцию скоростного транспорта. Там, как-то сейчас это точно я скажу, как это называется, одну секундочку. Вот, это называется филиал ОАО РЖД, дирекция скоростного сообщения. То есть вот прям такое название, и они курируют как раз все вот эти скоростные поезда, ласточка, сапсаны, стрижи и тому подобное. Я написал и, собственно говоря, изложил свой вопрос. Вопрос был простой. Я попросил дать разъяснение, ношение гигиенической маски и других каких-то непонятных тряпок на лице, аксессуаров на лице, является ли это обязательным требованием. Ну, потому что, представьте такую картину, а если я на скоростном поезде еду там в Москово-Ладивосток, ну что, простите, 5-6 суток в этом наморднике сидеть, что ли? И мной был получен ответ, который, собственно говоря, я вам хотел бы показать. Вот вы видите на экране это письмо, этот ответ из филиала ОАО РЖД, дирекции скоростного сообщения. То есть здесь оно четко написано, присвоен номер, написано, что это письмо сделано мне. В ответ на обращение шифра входящего. Ну и давайте его почитаем внимательно. Итак, начало, как обычно, вода бла-бла-бла на наше сообщение, на ваше сообщение, что там очень важно, что там то-то-то. И вот со второй половины письма, значит, начинается самое интересное. Зачитываю. В этой связи в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 16 ноября 2020 года, номер 11, рекомендуется использование пассажирами гигиенических масок в скоростных и высокоскоростных поездах на всем пути следования. Вместе с тем, в пути следования поездов дирекции рекомендовано снимать гигиенические маски только для экзамены или во время приема пищи. Данное письмо, исполнитель нам не важен, но подписано заместителем начальной кодирекции по обслуживанию пассажиров. То есть, это, как вы понимаете, должность достаточно серьезная, достаточно высокая. Неким А.В. Ясаковым. Так, о чем говорит это письмо? Ну, давайте просто как бы сейчас с вами здесь вместе поймем. Письмо это говорит о следующем. О том, что на самом деле никакого требования ношения гигиенических масок в поездах скоростного. Да вообще, в принципе, в поездах, я так думаю, во всех, но в частности, сейчас говорю про САПСАН, нет. Потому что не существует... Ну, во-первых, начнем с того, что маска не является средством индивидуальной защиты дыхательных путей. То есть, это не СИЗ, понимаете? Это отдельная уже история. Но и само по себе, в принципе, заставляет человека, когда не объявлена пандемия, когда не объявлен никакой ЧАЭС, когда ничего не объявлено, когда не существует ни одного подписанного документа, который может хоть каким-то образом ограничить наши права. Ну, но это фейк полный. И люди, на самом деле, вот такие, как господин Ясаков, они это прекрасно понимают. И поэтому они никогда не подпишут другое письмо. Они будут писать именно то, что есть на самом деле. И данные письма, конечно, я понимаю, что им как серпом по одному месту. Но какая нам разница на них? Пользуйтесь своей головой, своими правами и обеспечивайте свои права документально. Заручайтесь невольно их же поддержкой. Они не хотят ее давать. То есть, видите, они в этом письме не написали, что это необязательное требование. Ну, они не могут такое написать. Им сверху пошатки дадут. А вот написать, что рекомендуется, рекомендуется, тем самым подтвердить то, что данное требование необязательное. Ну, вот они это, собственно говоря, и сделали. И так получилось, что этот ответ пришел на мой электронный адрес именно тогда, когда я с рабочим визитом, это был не отдых, это была командировка рабочая, находился я как раз в Санкт-Петербурге. И на следующий день мне необходимо было ехать, возвращаться в Москву. Значит, сразу скажу, что в Санкт-Петербург я ехал без намордника. Это моя позиция была, и там я опять в небольшой конфликт вступил с проводником, но она от меня отстала, понимая то, что бесполезно на меня давить. Когда же я ехал обратно, я был уже вооружен во все, скажем так, во все оружие был подготовлен. Поэтому, когда она подошла ко мне и, значит, сказала, что мне необходимо надеть маску, я сказал, спасибо большое, вас услышал и продолжил сидеть, как ни в чем не бывало. Ну, она, видимо, не поняла, она встала, как копаная рядом со мной, сказала, наденьте маску таким-таки голосом школьного учителя начальных классов. На что я сказал, что я вас услышал, ваши требования, ну, как бы незаконны, это является рекомендательным характером, но никак не обязательно. Я вас услышал, вы, как сотрудник, проявили должное рвение на работе, но я воспользуюсь инконституционным правом. Девушка реально не поняла и начала там что-то щебетать, что какой-то указ там, кто-то, 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 5-10-е. Благо, у меня смартфон достаточно большой, я вывел ей на экран письмо и сказал, девушка, посмотрите, пожалуйста, письмо. От вашего непосредственного руководителя, почему не какого-то там руководителя, а высшего руководителя, кто курирует все эти ваши поезда и все это ваше сообщение. Если вы найдете там хоть одно слово про обязательно, я сделаю, перед вами извинюсь, при всех абсолютно. Причем, говорил это громко, чтобы слышали все вокруг. Я говорю, если вы там не найдете, потому что там есть такое слово рекомендовано, 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 я говорю, вы оставите меня в покое, как и других пассажиров, перестанете кошмарить и, собственно говоря, выдавать желаемое за действительное. Но она долго там смотрела, 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 что-то пыхтела, пыхтела и убежала. Все, действительно, она больше по вагону с этими дебильными требованиями не ходила. Ну, просто решила не позориться. К чему я все это говорю? Потому что, на самом деле, вы должны понимать четко. Абсолютно все указы, распоряжения и тому подобные, которые существуют вокруг вот этого модного вируса, все это фейк. Либо их издают люди, которые не имеют на это полномочий, либо эти указы не подписаны. Да, я знаю, что существует огромное количество видео, где говорят, вы не понимаете, вот там электронная подпись. Нету никаких электронных подписей, нету никаких реальных подписей от руки и нету никаких настоящих печатей, которые должны присутствовать на государственных документах. Ничего этого ни на одном документе, ни Собянина, ни Мишустина нету. Точка. Если человек имеет, хотя бы, закончил первый курс юридического института, он это понимает и знает. И больше того, повторяю, у нас половина указов принята таким образом, что, в принципе, когда этих людей будут судить, их будут судить, поверьте мне, это скоро закончится, то к ним подкопаться юридически будет невозможно. Они прекрасно понимают, что они идут против самого главного закона нашей страны, Конституции. Но для того, чтобы здесь и сейчас не тратя много времени, сил, а главное нервов, с вот этими рядовыми исполнителями, которыми я считаю обыкновенными полицаями, да, это вот как раз такие проводники, охранники, которые требуют надевать эти намордники, продавцы, кассиры, да, это полицаи. То есть я знаю огромное количество продавцов, которые про это даже тебя не спросят. Вам, ребят, низкий поклон, вы живете в правовом обществе. Но те, которые это требуют, вы полицаи, вы пособники фашистского режима, который сейчас пытается установиться в нашей стране, стране победителя этого фашизма. Так вот, опять немножечко ушел в сторону, видите, меня заносит. Тема очень такая больная, животрепещущая для меня. Так вот, что я, собственно говоря, хотел вам сказать. Не надо соглашаться на все, что вам навязывают. Ну, слушайте, завтра вам скажут, жопу, зеленка, намазать и памперс на голову надеть. Просто закон еще никто не отменял, слава тебе, Господи. За свои права надо бороться. Если вам предстоит какая-то длительная поездка, куда бы то ни было, на скоростном поезде, на скоростном поезде, на чем-то еще, не поленитесь за месяц, потому что у них там месяц дается на ответ вам, за месяц написать соответствующее официальное обращение в дирекцию, которую курирует тот или иной вид транспорта. Соответственно, я уверен на все 100%, что вы получите аналогичное письмо. То есть, вот 100%. Это письмо распечатайте, положите с собой файлик, когда какая-то ретивая проводница, стюардесса или кто-то и же с ним от вас потребует сидеть там 8, 9, 10 часов дороги вот в этой вот непонятной тряпке на лице и дышать микробами и углекислым газом. Просто предъявите это. Просто предъявите, потому что это работает. Это уже не какие-то там абстрактные вещи. Это конкретно ответ за подписью их конкретного руководителя. Такие ответы не бывают за подписями каких-то там шестерок в этих организациях. Как правило, это все-таки там первое или второе лицо департамента. Естественно, не всего РЖД. Никто этим заниматься не будет. Но вам туда писать не надо. Поэтому можете считать это определенным лайфхаком. Соответственно, пользуйтесь им. Пользуйтесь им. Боритесь за свои права. Не бойтесь. Не бойтесь. Все законы, здравый смысл, логика на вашей стороне. Соответственно, ну а для себя могу сказать только одно. Что в августе месяце я планирую поездку в Санкт-Петербург. Я четко и точно знаю, что вся моя семья будет ехать в этом замечательном поезде. Без вот этих вот ненужных абсолютно тряпок. И наслаждаться поездкой, наслаждаться отдыхом. И получать исключительно позитивные эмоции. Друзья мои, большое спасибо, что досмотрели это видео. Если вы посчитали его интересным, полезным, я буду рад, если вы им поделитесь. В своих там социальных сетях, в Ютубе, там, не знаю, опять, в Инстаграме, где кто чем делится. Также не забывайте, что будут выходить новые видео разной тематики. Поэтому можете подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать выход этих новых видео. Ну а я с вами не прощаюсь и говорю до свидания. Всем пока-пока. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте юридически грамотными. Всем пока.